Большое путешествие продолжается Ленинградское шоссе Конечно, есть участки, где можно прогонять Лучше все время ездить Максимально 80 Потому что, в том числе, 60 Вот где 90, там может быть 110 Между Зеленограду в Устаншногорском Сейчас идем наше движение Идет в сторону Зеленограду Я иду в Москву На правый коттеджный пустовый к лисичке в лес В 2014 году Ленинградка стала самой опасной трассой в Москве Ей, конечно, много будет заниматься Пока не было платной трассы М-11 Потом, почти год, трасса М-11 была бесплатная И для Ленинградки пробки стали меть Ну, начало 2016 года Сделали план бережи На дырнцать М-11 в некоторых местах Ленинградки вернулись Особенно в районе Шереметьево После М-11 когда сужается Ленинградка Начинается Химки и Московская область И даже здесь могут встретиться пробки При движении из области Везде в Химки Возьмутно подрезка Бывают Частый дом гадый В Химку Чашниково Длина Ленинградского шоссе В районе 700 километров Идет оно С Москвы Начинается оно Гидропроекта На этот раз начинается Монежная площадь, Дверская Улица Идет на Задового кольца, 1-я Дверская До Балерийского вокзала Затем Сам Широкий Восток в Москве, это Ленинградский Идет В связке Волголомки Ленинградки Ленинградка, затем идет дом Када После Када Проходит по Московской области Это Химки, затем снова Москва Север Район Молжаниновский Идет Левший Слышногурский район Городской области, Слышногурск Слышногурск, Клин Тверская область Док Дверь Вышний Волочок Новгородская область И Ленинградская область И Санкт-Петербург Чтобы поехать быстрее Теперь есть Платная трасса М11 Потому что на Ленинградке Вновь средний скоростный режим Это уже максимальный 80 метров в час Есть участки, где могут зайтися 90, там можно 110 11 11 130 Можем повысить до 150 Старая Ленинградка Полностью платная Трасса М11 Заработает 27 ноября 2019 Здесь маршрут ведет Через все города Академы здесь практически нет 90 Камера Штыки впереди Мемориал Развязка Ленинградки С Зеленоградом С Банфиловским проспектом Один из центральных мест Зеленоград Но Банфиловский проспект Это вообще Основная улица В Зеленограде Практически 5 районов Банфиловский проспект У нас 6 Километров проходит по 4 Развязка Это было Преконструировано В 16-м году Было это будет Болосметопол Что открывало пробки Продвязка С Московским проспектом Мемориал Шоссе Преконструировано В тысячные годы Такие модные топоры С Новоградки Здесь принципиально Ушли Ржавки Слева Поставная развязка Влезе Ленинграда Будет впереди Потому что С нее можно выехать Еще на плавную трассу М-11 В 17-м году Видны некоторые Живые дома В Севернограде Почти 25 микрорайонов В Севернограде В 17-м году В 17-м году Вот, в Севернограде Сного ли у них района В Ленинграде Вует Зависит Обычное название Как В районе Москвы Въезд Ленинград стоит С моста Московский проспект Можно съехать Поехать На плавную трассу можно свернуться, поехать в Курск, можно приехать в Зеленоград Зеленоград слева, бело-зеленая стела, автосалоны Неруа Мерлен торговый центр Зеленопарк слева, но мы сейчас не видно здесь есть крупнейший торговый центр Московской области для Зеленограда он тоже важный в конце декабря 2015 года его открыли уже немного погонять на Персановке, форобная эстакада на Персановке будет камера 50 в Курске нет здесь может появиться новый жилокомплекс Велкино уже строится 90 и идут светотворы, которые регулируют пешеходные переходы слева гипермаркет Лента здесь на Ленинградке Персановский разворот тут даже два разворота можно при движении волосы вернуться, а может быть и без области в Курске и количество полосов тут колеблется в основном уже полосной Ленинградке вот две полосы в каждом направлении Елена в Курске в Курске в Курске есть деревни и дачи на Ленинградке еще светофор совсем недавно их не было направо Персановское шоссе до Персановки три километра по Персановскому шоссе можно приехать в Курске в Курске в Химках в Зеленоград можно приехать на встречу как раз пробка эта пробка здесь часто из-за водопора на котором только что стоял пешеходный переход здесь еще можно снижать скорость так как камера на 60 и золото тоже бывает пробка перед Персановкой от Московского проспекта в Зеленоградке к камеру еще немного может досходнее 110 максимум в Аутлет в Центр Черная Грязь сейчас будет слева доходить в 14 км от Кургана В Болинградском шоссе Открылся на долг лет в июне 2013 года. Дробка серьезная. Уже я проехал. Это три километра. Быстричка. Собор стоит. Тут навстречу все поехало. Отбойник высокий, поэтому... Не очень хорошо видно. Какой-нибудь переходный переход. На Сходню. На Сходню. Три километра. Приехали к станции Сходня. Ами ехали в Ленинградку, поехали на Сходническое шоссе. Сходня это один из микрорайонов Хим. Городского округа Химки. Еще один светофор. В принципе, это хорошо, что эти переходы отрегулированы. Потому что раньше переходить при отсутствии светофора было очень опасно. Холодильник груз справа. Готовая техника. Перепещено направо, можно свернуться и поехать. Вот ли я в черную грязь. Зимный град. Или продолжение дальше в сторону област. Сходня. 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 В общем, небольшая пробка. Впереди будет еще один светофор. Гровень поворота на Горную улицу, в которой можно приехать в подрезок Исходнюю, Кирилловка Камера Здесь уже до Москвы, до МКАДа Уже больше возможности не ехать В 80-е уже максимальная скорость 60-20 До Москвы осталось чуть больше 10-ти километров Просто направо Горная улица Там до самочасти, внутри материалы, рынок Ленинградка справа После Горной улицы Количество полос увеличивается до 3 полосы в каждом направлении Москва началась, но она будет не до МГАНа, а до Международного шоссе Будет район Ложадиновский Как раз право постройки подрезков Равменско-Шереметьевским шоссе Будем приехать в Шереметьево-1 Но здесь сразу, конечно, съезда Шереметьевское шоссе нет Откуда развернулся до их другого подрезка Логичная ситуация К Международному шоссе Там это Переехать в мост и съехать уже После Масташ превернулся В этом же Метео-особенный Аэропорт, что При движении из области К Болинградскому шоссе нет Ни одного съезда Ни на Международное, ни на Шереметьевское шоссе Трасси Абадинское шоссе Нет Там съехать можно Во Внуково тоже такое есть При движении из областного киевского шоссе Можно приехать На дорогу, которая ведет в аэропорт В общем, движение между Шереметьевским шоссе И Новоподресского Меньше десятки Томкадов Новоподресского Направо Томкадов 8 В 2009 году Суббират Кейси Едет фитофоры Ворота у нас Извиняю в гниверсант Смотря на это На сегодняшний день В таком месте Есть Большей частью Мешеводные переходы Утром и полоскресеньем Здесь уже устраиваются пробки Издачников поезде Кто едет на работу Вестеринграду в Москву Сейчас время вечернее 6 часов Кругов здесь пока нет Сейчас уже больше Кругов в области Так, все А последний светофор Дальше их не будет Движение уже стало плотнее Скорее всего Плотно Ближе к Химкам Международному шоссе С обеих сторон Еще остались частные дома Проектов по расширению Хилинградского шоссе В данный момент нет Потому что построена Платная трасса М-11 В начале 2010-х Еще такой проект был Делать Сюльнградку От Кукада до Шереметьево-1 Бесветофорной Расширить ее И в Москве Тоже убрать все светофоры От М-када до Манежной площади Оставить только один Государственная дума То есть уже в самом конце Охотный ряд Ну это конечно делать не стали Просто реконструировали Ближнградский проспект И теперь При движении от Кукада В сторону центра Первый стопор уже появляется После третьего кольца Это наземный пешеходный переход Затем уже площадь Перская застава На центр Москвы В общем движение плотное В любом направлении плотно Уже через пару недель В это время будут сумерки Уключено уличное освещение Последние дни когда светло Очень позже шести вечера Автобусные остановки Много автобусов Ходят по Днинградскому шоссе От разных станций метро От отводного стадиона Клин От речного вокзала Шереметьево Плаверный Шереметьево Кажется на встречу 21-я речного В Жереметьево Химки приближаются Уже виден Микроил Торгового центра Мега Химки Мост Через Ленинград Это выезд Международного шоссе Торду Москвы Мост этот Конечно Часто запробленный Потому что Выехать тут Не просто Нет разгонных полос В принципе Этот выезд Он В Ленинградку И останавливается После него Обычно все свободно Может быть Немного плотного На Амкада Международное шоссе На Шереметьево Провели 5 километров Но К сожалению Здесь сразу не съедешь Нужно доехать до конца моста И Съехать Затем развернуться Выехать на Ленинградку В сторону области И проехать Нужно съездить На Международное шоссе Логичная ситуация Если собираешься Отсюда на Вашутинское шоссе В промзону Химки Старые Химки Стелла Химки Стелла обновили В 2015 году Дальше Немного слаботно Справа Новые Химки Слева Старые Химки Ленинградское шоссе Делит Химки На два микрорайона Справа Торговый центр Мега Химки Также крупные кипермаркеты Икея И Ашан Мост через Немного направления Часть которого Скоро войдет В Д3 Также мост через Машкинского Лозовинского шоссе Друговое движение Мемориальный комплекс Мемориальный комплекс Ежи Справа Мемориал Мемориальный комплекс На два микрорайона Друговое движение Мемориальный комплекс Сейчас вправо будет много автосалонов. Здесь Лива Химки Бизнес Парк. Справа сейчас будет Кипермаркет Леруа Мерли. Кто-куда. Хаос. 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 Требинская развязка впереди. Я ее снимал, как только ее открыли. 26 января этого года. еще одна связка появилась в химках между новыми и старыми химками эстакада проходит через ленинградку соединяет улицы дружбы и репина движение на этой эстакаде плотная и пользуются кроме репинской развязки есть еще одно соединение это проезд под ленинградкой который соединяет юбилейный проспект с улицы маяковского до открытия репинской развязки это была основная и единственная дорога чтобы проехать по прямой без разворотов есть еще варианты но для этого нужно будет уже развернуться собрался такого с муркинского шоссе на спартаковскую улицу там сквозной проезд невозможен то есть невозможно пересечь ленинградку нужно ехать там кадр и развернуться проехать по ленинградке в сторону области и повернуть на спартаковскую улицу проехал я под мостом необычный мост красивый его было видно слева отель искра а справа снова автосалоны видны новостройки на улице 9 мая такой юбилейный проспект молодежной улице улице 9 мая это тоже основная улица в новых химках maybe one химки плаза гостиница впереди будет слева вот такое движение почти каждый день гадо плотное что там будет резко меняться количество полос вместо трех то аж 5 и некоторые выращивайте нам кат даже за второй полосы сразу два съезда ламки слева супермаркет мироторг его открыли в прошлом году пункер кинг слева сейчас будет пород на нагорное шоссе может приехать на улице 9 мая сухостной проезд по нагорному шоссе невозможен пересечь улицу 9 мая нельзя приехать на парковой улице и там уже проехать к химилинному проспекту на нагорное шоссе направо до москвы меньше двух километров до москвы меньше двух километров справа скверов марии рубцовой приближается развязка с юбилейным проспектом и улице наяковского а такие край приближаются я по этому шоссе больше всего разъездил В области из области Химки. Новые Химки справа, вторые слева. Торговый центр Лига и Грант. Впереди, начеркнув справа, культипровод через Курейн-Роспект, куласть Маяковска. Там када километр. Совсем чуть-чуть осталось до Москвы. Все поедет. Я поеду до Кургинского шоссе. Поворот направо. Перед самым кадом. Направо можно въехать в мебельный торговый комплекс «Грант». Прямо еще видно мебельный гипермаркет «Хоф». Куркинское шоссе сейчас будет направо до улицы Памфилова, 700 метров. Прямо Москва. Резко направо Куркинское шоссе и Бутакова. Постепенно направо МКАД, из которого как раз все стоит. Съезд нам КАД Юг. Постепенно направил Ленинградку с Булакаламском шоссе полно. Итак, Куркинское шоссе. Завершается мое сегодняшнее большое путешествие. По Киевскому шоссе, центральной кольцевой мобильной дороге и Ленинградскому шоссе. На видео я проехал почти 150 километров. Такого этого никогда не было, тем более с комментариями. Поэтому это первый раз. Я давно собирался это сделать и наконец сделал. Вот такое большое путешествие сегодня получилось. Буду рад лайкам, комментариям и подпискам, а также каждому просмотру на этом и всех остальных видео. До скорого!